Умный город – город, удобный для людей. На Петербургском международном экономическом форуме участники дискуссии «Умная среда. Новый уровень развития городов» обсудили внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру. По мнению экспертов, модернизация городской среды сейчас вышла на новый уровень. Речь идет уже не о простом благоустройстве, а о создании принципиально нового качества жизни за счет использования современных технологий. Улучшение качества городской жизни – эту задачу в своем послании обозначил президент России Владимир Путин. Для достижения поставленных целей регионам необходимо внедрять инновации. Цифровизация городов станет новым этапом федерального проекта формирования комфортной городской среды. Он основан на пяти принципах – вовлечения в процессы принятия городских решений людей, новой градостроительной политики и инфраструктуре, внедрение искусственного интеллекта. Все технологии, безусловно, сокращают количество рабочих рук на предприятиях. И этому нельзя препятствовать, иначе мы здесь будем неконкурентоспособными. Но нам нужно активно стимулировать и развивать экономику сервиса в наших городах. У нас есть мнение некоторых коллег, что новые технологии, так как это ведет к определенному сокращению людей на предприятиях, мы будем их медленно внедрять. Тормозить. Такие есть рассуждения конкретных руководителей предприятий, руководителей муниципалитетов. Немножко надо по-другому действовать. Нам нужно понимать, что в экономике сервиса живет будущее наших городов. Для этого Минстрой совместно с Ростелекомом уже запустил банк решений для создания умных городов и повышения качества жизни. Бесплатный справочник может использоваться как органами власти, так и заинтересованными инвесторами. Один из регионов, который уже активно им пользуется – Удмуртия. Мы никогда не задумывались, если мы строим в районном центре Ледовый дворец, то это просто лед и коробка, и чистая вода и социалка. То есть примитивно задуматься о том, что это может быть точкой притяжения для населения. Туда неплохо было бы ответить на запрос на фитнес, а еще вокруг сделать парк. Я уже не говорю про солнечные батареи и возможность записаться на час за прошавку цифры. Об этом и речи быть не могло. Мы все это сейчас сделаем. Регионы, которые внедряют цифровые технологии, будут получать федеральные субсидии. Ведь проекты напрямую зависят от бюджетного потенциала. Нас очень волнует. То, что мы можем делать в богатых регионах, в продвинутых регионах, практически невозможно там, где нет потенциала для роста. И вопрос, кто заплатит за это качество жизни, где эти источники. Я вот честно могу сказать, как бывший региональный чиновник, думаю, что назрел вопрос о выравнивании бюджетной обеспеченности. Без этого мы проблему гармоничного развития такой огромной страны, как Россия, не решили. Потому что многие из проектов, в том числе, которые реализуем мы, напрямую связаны с возможностями бюджетов. В качестве примера Михаил Осиевский привел запуск систем умного видеонаблюдения и дистанционного сбора информации с приборов учета в домах и квартирах. Умные шлагбаумы. И это только начало. Дальше планируется опираться на зарубежный опыт. Так, например, в Турине уже давно формируют маршруты движения общественного транспорта, отслеживая передвижение людей по смартфонам. По мнению главы Ненецкого округа Александра Цибульского, успешные практики и проекты, которые уже зарекомендовали себя в крупных городах, необходимо использовать в других регионах. Понятно, что нельзя сразу создать идеальную картину по всей стране. Но мы должны понимать, что те проекты, начинающиеся с нуля, с высоким, большим финансированием в крупных мегаполисах, это на самом деле эталонная картинка, которая должна быть создана. И дальше те конкретные проекты, которые реализованы в этих территориях, мы в очень малых, средних городах будем забирать и применять у себя. По уровню цифровизации Наринмар уже занимают уверенные позиции среди соразмерных городов численностью 25-30 тысяч человек. И по мнению главы региона, работа по внедрению современных технологий в повседневную жизнь горожан будет только наращивать темпы. Сейчас руководители региона заинтересованы в повышении качества городской среды вследствие возросшей конкуренции за человеческий капитал. Может быть это пока сложно поверить, но в ближайшем будущем, через 5-7 лет, человек уже не будет привязан к конкретному месту для того, чтобы получить ту или иную работу. Большая часть работы переходит постепенно в дистанционный режим. И на самом деле сейчас развернется огромная борьба и конкуренция именно за лучших, наиболее талантливых людей. И они останутся жить там, где они получат наиболее комфортные и хорошие для себя условия жизни. И наша задача сделать в нашем городе, который небольшой по размеру, от того, с точки зрения инвестиций, нам это сделать проще, чем в других городах, сделать город, который будет комфортный для жизни. Тех людей, которые там родились, которые там выросли, которые любят и ценят нашу северную землю, наш климат и так далее. Радикально улучшить качество городской жизни в России можно будет уже в ближайшие 6 лет, отмечают эксперты. Это произойдет за счет взрывного роста технологий и изменений в российских городах. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север, Санкт-Петербург, Экспофорум.